Объект номер SCP-1516. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1516 содержится в зоне 49 в стандартной камере для гуманоидов, оснащённой мебелью из экземпляров SCP-1516-1. SCP-1516 следует регулярно предоставлять письменные слова, относящиеся к пище и питанию. Ни при каких обстоятельствах SCP-1516 не должен взаимодействовать с письменными словами, описывающими вредные и или опасные концепции, которые могут привести к повреждению самого субъекта или его окружения, а также с аномальными объектами, воздействующими на печатные и рукописные тексты, такими как SCP-1672, SCP-1889 и SCP-2140. По запросу SCP-1516 ему предоставлена Библия в редакции Короля Якова в виде аудиокниги. Описание. SCP-1516 представляет собой одушевлённое типографское изображение человека, ростом 1,90 м и весом 78 кг. Тело SCP-1516 имеет полупостоянный внешний вид и состоит из букв и слов, написанных шрифтом. Каждая часть анатомии SCP-1516 состоит из испанского слова, деформированного, чтобы соответствовать форме соответствующей части тела. Части тела SCP-1516 всегда обозначены наиболее простым возможным для них обозначением. При более близком рассмотрении форма SCP-1516 медленно изменяется, более подробно описывая тела. Ноги деформируются, образуя слова «бедро», «голень». Аналогично изменяются руки, грудь, лицо и т.д. Этот эффект продолжается до субклеточного уровня. Электронная микроскопия ядер, выделенных из SCP-1516, показала, что они полны нуклеотидов А, Г, Т и С, связанных словом «сахар». SCP-1516 осведомлен об этом аспекте, но, похоже, не в состоянии каким-то образом контролировать его. Когда SCP-1516 выполняет какие-либо действия, при которых обычно производится звук, вместо звуков из источника, где он должен был возникнуть, появляются написанные слова и или звукоподражания, которые плавают в воздухе в течение примерно 5-10 секунд, после чего резко исчезают. Следует отметить, что цифровые аудиозаписывающие устройства могут зарегистрировать их в качестве звуков, а фото- и видеозаписывающие устройства могут зафиксировать их в визуальный образ. Всякий раз, когда SCP-1516 входит в непосредственный контакт с единичным существительным, написанным на любой подходящей поверхности, данное слово отделяется от поверхности, на которой было написано, и деформируется, образуя трехмерный и функциональный объект, который ранее означало. Далее SCP-1516-1. Физические характеристики экземпляров SCP-1516-1 аналогичны таковым у SCP-1516. SCP-1516 способен управлять этой способностью, но ограничен знанием и пониманием используемых слов и сложностью обозначаемых ими понятий. Смотри протокол 15-16. Ниже приведен список экспериментов, проведенных для проверки воздействия SCP-1516 на различные слова в разных ситуациях. Слово «Софа» – диван. Результат. При контакте слово неожиданно отделилось, увеличилось в размере и деформировалось, сформировав трехмерный диван. Слово «Кама» – кровать. Результат аналогичный результатам предыдущего теста. Результат. При контакте слово осталось инертным. SCP-1516 заявил, что не знает, как работает телефон. Слово «Томаты» – помидор. «Лечуга» – латук. И «Севоя» – лук. Результат. Как и ожидалось, все слова были эффективно превращены в экземпляры SCP-1516-1. Доктор при помощи стандартного кухонного ножа приготовил несложный салат. При смешивании экземпляры образовали слово «Энсалада» – салат. Когда ему разрешили употребить салат, SCP-1516 смог идентифицировать все задействованные ингредиенты. Слово «ВАЗА». Результат без изменений. SCP-1516 заявил, что не знает, что означает «слово». Слово «ВАЗА». SCP-1516 предварительно объяснили смысл этого слова. При контакте слово изменилось, как и ожидалось. Слово «ПЕРРО» – собака. Результат. При контакте слово изменилось, как и ожидалось. Получившийся объект не проявил никаких признаков жизни. Слово «ПАПЕЛЬ» – бумага. Результат. Слово осталось инертным. SCP-1516 заявил, что слово «БУМАГА» невосприимчиво к его эффекту. Слово «УНОСИЛЛО РОТА». Сломанный стул. Результат без изменений. SCP-1516 заявил, что может повлиять только на отдельное слово за один раз. Приложение. SCP-1516 был обнаружен в... Венесуэла. После ряда сообщений о человеке из букв, живущем в заброшенном доме на горе. Агенты фонда, прибывшие для расследования, подтвердили ситуацию. SCP-1516 не оказал никакого сопротивления при захвате. Свидетели были опрошены и обработаны амнезиаками класса А. На месте были найдены 47 экземпляров SCP-1516-1 и конфискованы. Протокол интервью. Опрашиваемый SCP-1516. Опрашивающий агент Васкис. Предисловие. Первое интервью после захвата SCP-1516 проводится на испанском языке. Субъект выглядит спокойным и готовым к сотрудничеству. Начало протокола. Расскажите, пожалуйста, как Вас зовут и что Вы из себя представляете? Меня зовут Паламбре Кентер. Я просто человек в этом мире. Ясно. Вы помните, как долго Вы находитесь в Вашем нынешнем состоянии? Я с рождения такой. Папа с детства обо мне заботился. Где Ваш отец сейчас? Он похож на Вас? Он мне сказал однажды, что его работа закончена. И отпустил меня в освоясье. И нет, он был вроде тебя. По крайней мере, наш Создатель всегда следит за нами. Так что я никогда не чувствовал себя действительно одиноким. Что Вы имеете в виду? Я имею в виду, мы под наблюдением. За нами следят большую часть времени. Постоянно читают о том, что мы делаем в этом мире. А что за Создатель? Он Бог. Или, может, они Боги. Это на самом деле не имеет значения. Потому что Бог всегда нас читает. Вы имеете в виду, наблюдает за нами? Ну, это все зависит от точки зрения. В моих глазах и в их глазах. Мы все одно и то же. Ясно. Можете рассказать еще что-то по поводу Вашего отца? Он был прекрасным человеком. Но у него были проблемы с фокусировкой на одной теме. Больше нечего сказать. Хорошо. А что Вы можете сказать об объектах, которые мы нашли в Вашем жилище? Те слова, которые я взял из детских книг, что отец мне дал сколько-то лет назад. Когда Вы говорите, что взяли их, Вы имеете в виду физическое удаление слов с бумаги? Как-то так. Это как вытаскивать вещи из сумки. Хотя некоторые слова действительно тяжело поднять. А какое было самое тяжелое слово, которое Вы когда-нибудь пытались проявить? Я однажды попробовал дерево. Вообще не смог сдвинуть. Думаю, на сегодня информации достаточно. В ближайшее время мы переведем Вас в новое жилище. Да благословит Бог твои повести, брат. Конец протокола. Заключение. SCP-1516 не предоставил никакой дополнительной информации о его отце или его создателе. Дальнейшее исследование по этим вопросам находится на рассмотрении. Приложение. Было утверждено преподавание SCP-1516 английского языка три раза в неделю. В связи с очевидным отсутствием разницы между устной и письменной коммуникациями, субъект показал замечательные результаты в ходе курса обучения. Через 10 недель после начала курса тело SCP-1516 начало проявлять асимметричность. Несколько проб показали, что 12% от общей массы субъекта написаны на английском языке. Курс английского был приостановлен. С телом SCP-1516 было проведено несколько опытов. SCP-1516 не выразил физического дискомфорта по поводу этого события и запросил продолжение его обучения английскому. После ряда обсуждений SCP-1516 было позволено продолжать занятия. На 14-й неделе тело SCP-1516 было на 20% представлено английскими словами. Установлено, что трансмутация в английский прямо пропорциональна знанию субъектам английского языка. На 37-й неделе SCP-1516 изучил английский на идеальном уровне. Трансмутация в английский остановилась на 48% массы его тела. Объективных вторичных эффектов не выявлено, но отмечено небольшое изменение в личности SCP-1516, связанное с языком, которое он использует для общения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok